На прощание, дорогие христиане, хочу вас поздравить с памятью преподобного Сергия Радонежского. Может быть, здесь затесался какой-то ленивый муж или какая-то шалопутная жена, которой не были еще ни разу в Троицей Сергиевой Лавре. Ну что ж, время есть, надо исправиться. Это сердце России. Кремль, сердце России, Архангельский собор Московского Кремля, где похоронены все Рюриковичи от Ивана Калиты до Ивана Грозного. И Успенский собор Московского Кремля, где лежат митрополиты наши, Петр Москвы-Возвышение и прочее. И Лавра Сергиева. Ну и много других мест еще есть, которые, не посетившие, человек никогда не поймет, что он живет в России, что он русский человек. Так и будет вечным иностранцем на своей родной земле. Преподобный Сергий в XIV веке, когда жил, вы слышали житие краткое. Это патриарх Филофей Кокин познал в далекой Греции, в далекой Византии, что на Руси появился новый святой. Должен вам сказать, что в XIV веке греки давно ждали страшного суда. Та самая Византия, от которой мы приняли веру, а вместе с ними и римская часть, западная часть кафолической церкви, все уже давно ждали страшного суда. Шутка ли? Тысяча триста с лишним лет прошло от воплощения Бога Слова. И люди жили раньше гораздо больше небесными интересами, чем земными. Они реально просили, Господи, приди, приходи, маранафа. То есть да проклят будет всякий нелюбящий Христа. Ей гряди, Господи Иисусе. Они напряженно ждали Второго пришествия. То, чего мы боимся, потому что мы боимся страшного суда, святые не боятся суда, они ждут его и хотят его, чтобы, наконец, восторжествовала правда Божия, чтобы были найдены все воры, которые искрылись от правосудия, чтобы все насильники, обманщики, развратники, растлившие землю, были наказаны, чтобы вместо воды долпить кровь злодеям Господь, как это пишется в Откровении, чтобы праведные суды Твои, Господи, Ты прав. Все, что ты сделаешь грешникам, это все правильно, потому что ты имеешь власть, и ты святой, и ты не ошибаешься. И люди ждали этого пришествия, оно не идет, не идет, не идет, не идет. И в конце концов будет так, как будет в притче про 10 дев, мудрых и немудрых. Там, если помните, замедлил жених, и все задремали и уснули. Уснули праведные, уснули грешные, уснули мудрые, уснули безумные. Так будет перед страшным судом, все задремлют и заснут. И тогда будет труба дунет, как бы вставайте, Господь идет, всем будет страшно, и святым, и грешным. И вот в 14 веке, когда у нас жил, трудился и совершал какие-то совершенно чудные вещи преподобный Сергий, греки не верили в это. Они говорили, не может в конце истории перед самым страшным судом, в какой-то тьму таракани, в каких-то гиперборейских странах, там, где столбы Геркулеса, где-то на краю света, в холодной черной земле, с бедным народом, с снегами по колено, не может в конце времен в далекой стране появиться настоящий святой. Не может. Смешно нам это слушать, потому что Сергий – это заря нашей истории. Это зорька и яра ранняя. Тогда только расправляла плечи бедная русская земля, русская церковь и русская цивилизация. Для нас Сергий был далеко, а для них тогда это был конец света, и невозможно было бы, чтобы в этой дикой стране возникли какие-то новые святые. Это я вам говорю для того, чтобы вы имели в виду, что когда мы там тревожимся о конце света, о конце времен, это слишком спрятанные темы. Уже кажется, вот-вот-вот все, а оно еще будет дальше, дальше, дальше. Или кажется, вот сейчас мы развернемся, а вот хлоп, никуда ты не развернешься, пора к Богу на суд. Это скрыто от человеков и скрыто от ангелов. Поэтому на сегодняшний день, наш глядя, мы в принципе в конце истории живем. Мы реально живем в конце истории. И секира при корне древа лежит. А с другой стороны, может еще продлиться это время. Но если продлиться, то не ради нас, не ради того, чтобы шляться по супермаркетам, а ради того, чтобы появятся святые божьи люди, начнут каяться народ, и опять Господь станет главным для жизни человеческой. Поместят люди Господа в середину своей жизни и будут все с Богом делать. Тогда может продлиться время. Так что Сергий жил тогда, когда уже все ждали конца света сотня на день. Потом должен вам напомнить, что преподобный жил очень бедно. Как говорит его хронист, житеописатель, что если бы он выбросил свою монашескую свитку за забор, то ни один бедняк бы не покусился ее поднять. Настолько оно все было драное. Он никогда не ел хлеба даром. И даже если монахи его монастыря, он вообще был рукодельный мужик, он мог с топором зайти в лес, и через месяц вы туда пришли, а он там живет. И у него избушка срублена, и он там не голодает. Ну как-то скудно живет, но живет. То есть он был рукастый, трудолюбивый, крепкого воспитания, благочестивый, чистый с детства юноша, который ни разу девушку в щечку не поцеловал, который полюбил Бога с детства от маминого чрева. И жил он очень бедно. Эта бедность всегда бывает залог святости у таких людей, что бедность сама по себе не спасает. Но если человек Богу посвятился, тогда его за ним бегает сребролюбие, и там, где есть сребролюбие, там нет чудес. Потому что бессребреники, они всегда чудотворцы. А чудотворцы бессребреники. То есть там сребролюбцы чудотворцами не бывают. И когда вы спросите, а почему там чудес стало мало? Почему-то вот нет такого, что было раньше. Слушайте, все полюбили бабки, все полюбили комфорт, всем стало много надо. Раньше людям было меньше надо, и чудес было больше. Сейчас людям слишком много надо постоянно. Ну много надо. Ну просто бак машины заправить и пополнить что-то на телефоне. Это уже нужды, которых раньше не было. Понимаете? Этого не было раньше. Сейчас есть лишние траты, лишняя суета, лишние хлопоты. Всем стало больше надо. Больше стало надо материального. Меньше нужен Бог. Меньше нужен Бог. Но сократилась как бы эта близкая, быстрая помощь. Так что простая жизнь это счастье. Никуда вас не зову. Ни в пустыню, ни в лес, ни в горы. Потому что, во-первых, это вам не надо, во-вторых, вы не сможете жить. И я там жить не смогу. Зову вас тому, чтобы вы жили проще. Чтобы если у вас в холодильнике еда есть, чтобы вы в магазин за новой едой не ходили. Чтобы если какие-то тряпки у вас в шкафу висят, чтобы вы в магазины за новыми тряпками не ходили. Чтобы вам было нужно мало. Чтобы вам хватало малого. Живите проще. Каждый человек может жить проще, если захочет. Потому что лишнее, оно, в принципе, не грешное, но оно погашает дух. Оно отнимает дерзновение. Оно погашает веру. Ну и последнее на сегодня, крайнее. Как вы слышали в Евангелии, мы читали сегодня, что если нечистый дух уйдет из человека и потом вернется почему-то, набродится себе там по пустым местам, потом вернется, найдет, видит, что дом его прежний, покинутый, подметенный и не занятый. Он берет с собой семь злейших себя духов и заходит обратно и бывает второе хуже первого. Здесь говорится очень важная вещь. Люди очень переживают о своей ритуально-нравственной, о христианской, такой духовной, как им кажется, чистоте. Люди хотят быть чистыми, но наша задача не только быть чистыми и не просто чистыми. И вообще с чистотой есть вопросы. Наша задача быть занятыми. Если дом вашей души чистый, но не занятый, тогда придет не только один бес, придут еще семь с ним и будет второе хуже первого. Вы знаете, наверное, что есть много историй, когда человек шел, шел, шел к Богу, а потом как осатанил, начал такие вещи творить, что такого обычные грешники не творят. И любого духовного человека подстерегает за углом не один бандюк, а семь плюс один. То есть тот один, еще с ним семь. У духовных людей больше искушений. Если вы хотите быть просто чистенькими, я этого не делаю, я этого не делаю, это я не ем, это я не хожу, это я не... только я чистый, и мне нравится, что я чистый, я не грешу, то этого мало. Надо быть занятым. Надо, чтобы дом души был чистый и занятый. Кем он должен быть занятый? Иисусом Христом, благодатью Божию. Буду стучать у дверей, говорит Господь, ангелу Лаодикийской церкви. Значит, кто услышит стук мой, зайду к нему, буду вечерять с ним. Я и Отец мой, зайдем к ним, будем с ним вечерять. Надо, чтобы Бог был с нами, не просто, чтобы мы были чистые. Просто чистый, это очень опасно. Этот чистый может понравиться какому-то злому гражданину, и они придут и заселятся в него через гордость, через что-то еще, и все, и пропал человек. Так что мы имеем дело с преподобным Сергием, который имел в себе Духа Святого. Он не просто мало кушал, оно само по себе никого не спасет. Он не просто жил в лесу, это тоже никого не спасет. Мало ли лесников на свете? Они что, все святые, что ли? Лесников много, Сергия только один. Не факт, что он жил в лесу, что он там, значит, мало ел и носил на себе худую одежду. Это все второстепенные вещи. Он был полный Богом. Бог был в нем, и он был с Богом. Серафим Саровский нам что сказал? Какая цель христианской жизни по Серафиму Саровскому? Приобретение, стяжание Духа Святого Божьего, чтобы он пришел и жил в нас. Когда мы говорим, приди и вселись, явны, приди и вселись, явны, а он потом придет и вселится, благой, утешитель, от Отца, исходящий, в Сыне, почивающий. И тогда вы не будете просить, уже не будете говорить, приди и вселись, потому что уже пришел и вселился. Надо, чтобы Дух Божий вселился в человека, чтобы человек был скиния Бога с человеками, чтобы наша земная палатка храмена стала временным жилищем Господня Духа. В этом цель жизни. Не в том, чтобы, не знаю, то-то, то-то, хорошие всякие вещи можно называть. Там, ну, дерево посадить, колодец ископать. Хорошие вещи. Но цель христианской жизни иметь с собой Духа Божьего. Поэтому Сергий Преподобный и все святые это люди, полные Богом. Они потому больше ничего в жизни не любили, что они совершили обрезание сердца своего и кроме Бога не любили никого. Не люблю я никого, кроме Бога одного. И не верю никому, только Богу одному. И не боюсь я никого, только Бога одного. Это был как бы принцип жизни, хотя иными словами все это произносилось. Поэтому Сергий Преподобный как бы зовет нас на то, чтобы мы пошли на подвиг. Мы потрудились, мы полюбили Бога. Не Сергий я. Чтобы вы не перепутали, чтобы вы не подумали, что мне нужно полюбить Сергия Радонежского. Не нужно тебе его любить. Ты его и так полюбишь. Если ты Бога любишь, ты не можешь не любить Божьих людей. Он говорит, люби того, кто создал нас. Думай о нем. Хвали его. Пой псалмы ему. Воспевай его имя. Читай святую книгу, которую он написал. Новый Старый Завет. Ходи в Божию Церковь. Очищайся от всякого греха. Люби его, чтобы он был с тобой. Это завет такой преподобного всем людям. Так что мы не знаем, когда будет конец света. Мы, конечно, уже устали все. Если бы мы точно знали, что уже будет рай для нас лично, если бы мы точно знали, что сейчас будет смерть, а потом рай, если бы мы 100% знали и не было бы страха у нас перед будущим, то мы бы молились каждый день «Господи, забери меня быстрее отсюда», потому что надоело уже. Ну надоело реально. Все, что здесь есть, я уже знаю. И ничего нового мне мир не обещает. Новую тряпку надеть, нового лобстера съесть. Ну простите меня, не живет для этого человек. То есть машины, квартиры, перстни, сигары, жареные шашлыки, ну не для этого живет человек. Это такой мусор, для которого душа не должна об этом страдать. И если бы мы знали, что все, а сейчас завтра ты помрешь и будет рай, вы бы хотели помереть завтра. Но нас пугает будущее, потому что мы не очищенные, и не готовые, и не усовершившиеся. И еще Дух Божий не живет в нас. Так признаться, если честно. Что там в нас живет, одному только всевидящему Богу известно. Поэтому если мы цель своей жизни достигнем, у нас впереди не будет ничего страшного. это заветы преподобных отцов. И людей мы полюбим только после того, как полюбим Бога. Невозможно любить людей, не любя Господа. На людей можно раздражаться, плеваться и злиться, если ты не любишь Господа. Потому что люди вредные, люди странные, люди страшные, люди нехорошие. Но если полюбишь Господа, который людей сотворил, сразу полюбишь людей вокруг себя. Надо полюбить Господа и быть полным Богом и стремиться к этому. Ну, стремиться к этому надо. Как там оно получится, там один Бог знает. Так что Сергий сегодня, он, конечно, защитник наш. Он вообще золотое украшение в этой царской короне на голове Святой Руси. Но все-таки надо, чтобы люди подражали ему. Монашествующие, чтобы поднимались среди ночи на молитву. И псалтирь пели по памяти, и в церковь бежали не опаздывая. И священники, и князи наши нынешние, ну, сейчас у нас по-другому называется все, но князи ходили к Сергию за благословением и слезали с коня и преклонялись перед ним на колени, потому что они знали, что на мне парча, а на нем тряпка, но в нем дух, а во мне глисты. И князи знали это, они преклоняли колени перед этими великими людьми. И наши князи должны склонить свою гордую башку перед церковью всемогущего Бога. И Евангелие читать, и страхом Божиим наполнится. Сергию – это не просто человек, это урок. Мы все должны полюбить Бога, иначе мы даром крещеные. Крещеный, миропомазанный, значит, люби Бога, душа человеческая. Кого тебе еще любить? Люби того, кто любит тебя. Люби того, кто тебе все дал. Люби того, кто создал тебя и никуда тебя не отпустит. Любовь Божия больше любви материнской. Не оставлю тебя и не покину тебя, сказал Господь. Мать забудет, я не забуду. Не имом тебе оставите. Прикасающийся к тебе прикасается к зенице ока моего. То есть я чувствую всякую беду твою. Я берегу тебя. Ты мой. Мой ты. Слышишь, человек? Господь говорит, в совести каждого человека. Ты мой. Иди ко мне. Ко мне иди. Никуда больше не ходи. Иди ко мне. А так мы бегаем, ползаем, плаваем, прыгаем, как блудный сын на далекой стране. Иди ко мне, говорит Господь. Это уроки Сергия. Если не успеем до страшного суда, то мы скажем, мама, зачем ты меня родила? Потому что прожить свою жизнь и оказаться в аду, это лучше не рожаться. Зачем ты меня родила, мама, в аду крикни грешник. Чтобы я вот здесь был всю жизнь, всегда. Зачем? А если ты будешь там, то все забудешь. Все забудешь. Настолько будет там хорошо, что не видал глаз, не слышал ухо. Так что, братья и сестры, любая память святого, любой праздник церковный, это всегда вызов для совести, это тормошение за плечи человека, это призыв к обновлению веры. Как мы сегодня сказали после Евангелия на проповеди, что каждое утро, милость Божия, обновляется снова и снова, и поэтому мы не погибли. Это Еремея, кажется, сказал, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, не страшно. Он или другой, так сказано, каждое утро милость Божия обновляется заново, поэтому мы не погибли. Любите Бога, и жива будет душа ваша. Молитвами Сергия, милостивые, храни страну нашу, церковь нашу, войско наше и всякую душу христианскую. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok